В 2010 году Белгородская область начала готовиться к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одной из основных задач было обеспечение собственным жильём ветеранов войны. До конца 2010 года квартиры и дома получили те, кто встал на учёт до 1 марта 2005 года. На тот момент ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, было около тысячи человек. 16 февраля 2010 года на заседании Совета при губернаторе Белгородской области по противодействию коррупции было решено создать комиссию по изучению рынка услуг, оказываемых бизнесу и муниципальным учреждениям, по проведению противопожарных мероприятий. Дело в том, что после того, как власть прекратила кошмарить бизнес проверками, делать это стали коммерческие структуры, обманом навязывая дорогостоящие услуги. Комиссии было решено выработать чёткие регламенты и стандарты оказания этих услуг. Единые для всех правила. В этот день, в 2016 году, впервые обрёл очертание проект будущего Белгородского мультипарка. Тогда только планировалось в урочище Сосновка разместить объекты спорта, туризма, отдыха и развлечений на площади в тысячу гектаров. Уже в 2016 году, в День защиты детей, был открыт первый социальный объект – Белгородский зоопарк. А ко дню города в 2017-м первых посетителей принял динопарк. Сегодня же в планах интегрировать в грандиозный рекреационный проект и городскую набережную. Все строительные работы ведутся при поддержке группы компаний «Агробелогорье». В 2012 году шаг в развитии высоких технологий сделали белгородские врачи-офтальмологи. На тот момент единственные в Черноземье они начали выполнять операции на сетчатке и стекловидном теле глаз, а также осуществлять пересадку роговицы. 16 февраля в эфир вышел сюжет о команде микрохирургов – отделении офтальмологии 2-й городской больницы Белгорода, которые провели 10-ю ювелирную инновационную операцию. В том же году пенсионный фонд открыл личный кабинет, где белгородцы могли проверить состояние платежей, узнать задолженность и получить справочную информацию в любое время. 16 февраля 2010 года на соревнованиях Центрального федерального округа по акробатике сборную нашей области сравнили с ураганом, забравшим добрую половину медалей. Тогда вместе с мастерами спорта и кандидатами тренеры привезли малышей-перворазрядников и не прогадали – 10 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей уехали в Белгород. И это был серьезный старт. Позже, в 2016-м, четыре староскольских акробата выступали в составе юниорской сборной страны и завоевали два золота в командном зачете. 16 февраля 2014 года рисунок белгородской школьницы был признан лучшим на всероссийском уровне. Учащаяся 3-й гимназии областного центра Анастасия Анциферова победила в конкурсе «Мои родители работают в полиции». Десятилетняя Настя получила благодарность министра внутренних дел. Субтитры создавал DimaTorzok